Дорогие друзья, мы предлагаем сейчас вам эту тему для обсуждения, потому что тема на самом деле очень важна. Мы сейчас вспомним и голосование в ООН, и 93 страны, которые проголосовали, поддержали такое решение. Репарации мы все с вами знаем, попросту говоря, фактически, когда государство платит жертвам своих преступных действий. Это один из ключевых механизмов международного права, поэтому мы немножечко сегодня будем говорить тут из области юриспруденции, что очень важно. И как пример, давайте вспомним, что такой известный пример репарации в мировой истории, это Версальский договор, который был заключен после Первой мировой войны, обращая внимание, Первой мировой войны, и обязал Германию, проигравшую, официально признанную агрессором, выплатить тогда Франции и Бельгии колоссальные суммы. Кстати, Германия смогла расплатиться только в 2010 году, то есть фактически прошло 92 года после этого. Да, но тогда посчитали в золоте, так что это валюта стабильная. Да, вот 92 года, ну немножко другая история. Денис Малюцко, министр юстиции Украины, с нами на связи. Денис, здравствуйте, рады видеть. Здравствуйте. Немножко так историю тут рассказали, как это было, но будем говорить о современности, будем говорить о тех современных агрессивных жестоких действиях, которые Российская Федерация осуществляет по отношению к Украине и украинцам, и будем говорить о том, какие дальнейшие действия может сделать и сама Украина. ООН потребовала фактически, чтобы Россия заплатила Украине репарации, разумеется, но Путин навряд ли это будет делать. А как вообще можно заставить Кремль заплатить за ущерб от войны? Что может сделать профильное министерство, которое вы сегодня возглавляете? Ну, вся прелесть ситуации, в которой мы находимся, о том, что нас не особо интересует, что думает Кремль, что думает Песков, что думает Медведев. Безусловно, нам нравится их реакция, потому что товарищи, мягко говоря, обеспокоены, и это приятно наблюдать. Но, опять-таки, возвращаясь к теме, прелесть в том, что Россия хранила значительные суммы денег за рубежом в наших странах-партнёров. Огромные суммы, сотни миллиардов долларов размещены в странах G7 и в некоторых странах Евросоюза, которые в G7 не входят. И, по нашим оценкам, по крайней мере, так об этом публично отчитывался Центробанк Российской Федерации, только в странах, помимо Китая, в странах, в которых мы можем деньги забрать, русские, находятся около 300 миллиардов долларов Соединённых Штатов Америки, что является очень-очень большой суммой, и, судя по реакциям, которую, например, у Пескова только что протранслировали, они там и остались. Проблема в том, что решение о полномасштабной агрессии и нападении 24 февраля, очевидно, принималось в очень узком кругу лиц, и те, кто непосредственно отвечал за управление ЗВРами Российской Федерации, с суверенными активами, они, очевидно, были не в курсе о дате нападения, поэтому физически не успели переместить значительные объёмы денег туда, где мы бы не смогли их достать. Ну и, возможно, частично тоже не рассчитывали на и наши радикальные действия, и радикальные действия наших партнёров на Западе. Поэтому, да, действительно, замороженными оказались огромные суммы денег, и мы не будем и не нуждаемся в согласии России с тем, чтобы эти деньги забрать. Согласие необходимо у стран-партнёров, у которых эти деньги размещены. Есть большие юридические сложности с тем, чтобы эти деньги отобрать, потому что эти деньги принадлежат государству, и поэтому покрыты, так называемым, суверенным иммунитетом. То есть просто так взять, забрать и перечислить в фонд компенсации эти деньги нельзя, к сожалению. Но этот иммунитет можно снять. Можно снять международным договором, и, собственно говоря, заключение такого договора стало возможным. Дорога к заключению открылась после резолюции Генассамблеи ООН, где 94 страны поддержали создание компенсационного механизма, о чём мы говорили. Все прекрасно понимают, что это такое, что это за компенсационный механизм, о чём идёт речь. В принципе, все, кто нас интересовал, проголосовали за, поддержали нашу инициативу, поэтому мы смотрим достаточно оптимистически на следующие шаги. А дальше будет заключение международного договора, подписание, ратификация и, собственно говоря, исполнение. Значительный шаг, огромное количество работы уже проделано, потому что резолюция Генассамблеи, она не на пустом месте родилась. Были значительные переговоры по объёму проведены, мы разговаривали, переговаривались и договаривались с нашими партнёрами за рубежом в очень большом объёме. Специальная рабочая группа создана при офисе президента. Собственно, первые результаты и видение, как мы будем двигаться, они уже очевидны. Денис, такой вопрос в этой связи. А какова методология? То есть понятно, что мы говорим о российских активах, о деньгах олигархов, корпораций и так далее. Но как мы считаем, за что, конкретно за что, как эта цена определяется, объём этих репараций? Вот я просто добавлю, Киевская школа экономики подсчёты, вот уже на сегодняшний день сделала. Единственное с ремаркой, что эта цифра будет увеличиваться, потому что военные действия продолжаются, да, и разрушения идут. Оценили ущерб Киевской школы экономики, нанесённой войной одной только инфраструктуре, я тут обращаю внимание, в 127 миллиардов долларов. Но мы же понимаем, что это только инфраструктура и цифра. Как вот продолжать? Вот методология, да, потому что, например, Первая мировая война, там несколько триллионов долларов посчитали. Вторая мировая война тоже конкретно имеет суммы. Как это считается вообще всё? Ну вот, как бы история не знает пока что таких механизмов. Какой предлагаем создать мы? Собственно говоря, в этом трудность и инновационность подходов. Но, собственно говоря, и нападение Российской Федерации тоже достаточно дикая история, непредвиденная для многих наших партнёров, поэтому приходится быть креативным. Как это будет считаться? Очевидно, речь будет идти о том, что компенсации подлежат не только прямой материальный ущерб причинённой инфраструктуре, то, что считает Киевская школа экономики, но и ущерб, причинённый, например, жизни или здоровью наших граждан. У нас большое число жизней унесла война. Было будто огромное количество людей Российской Федерации, огромное количество покалечено, огромное количество потеряли здоровье и также требуют компенсации. Огромное количество денег потерял государственный бюджет в виде неуплаченных налогов, экономика. Огромное количество убытков непрямых и прямых нанесено бизнесу. Поэтому, безусловно, объём ущерба будет превышать те суммы, которые мы сможем отобрать у России и которые размещены в странах Запада. Поэтому я не сомневаюсь, что мы сможем распределить все ресурсы, которые будут отобраны у России. Вопрос только в том, что делать с убытками, которые не смогут быть покрыты ввиду недостатка средств Российской Федерации, размещенных за рубежом. Очевидно, что это будет следующий шаг, и мы будем предусматривать и просить наших партнёров сделать определённый механизм, чтобы часть из доходов, которые получает Российская Федерация за рубежом, направлялась на возмещение ущерба. Такой механизм возможен, он уже применялся на практике. Например, такие компенсации выплачивал Иран частично и за счёт своих золотовалютных резервов, частично за счёт нефтевых доходов от продажи нефти за рубеж. Поэтому это тоже механизм, который может и будет обсуждён. Слава Богу, Россия страна большая, достаточно богата на ресурсы, я думаю, недолго и упорно будут возмещать тот ущерб, который они сейчас причиняют Украине войной. Ну вот руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, он коротко комментирует это всё. Он сказал, Россия заплатит за всё. Вот так, такими словами Андрей Ермак прокомментировал. Смотрите, вы уже говорили о реакциях российского руководства. Есть у них такой оригинальный человек, Дмитрий Медведев, работает в Совбезе. Вот, он, последний его пост в его таком горячительном телеграмме, посвящён как раз репарациям. И он, ну, по сути, не буду я это всё цитировать, но что он написал, что будет Россия, соответственно, забирать имущество западных компаний, стран, находящихся на территории Российской Федерации, более чем на 300 миллиардов долларов. Это блеф, Денис, на ваш взгляд? Я не уверен. Они уже давно сошли с ума, поэтому, может, и действительно такого рода действия будут предприняты. Они много сделали того, что никак не обосновывается здравым смыслом. Если они будут отбирать активы частные тех компаний, которые вышли из Российской Федерации или ещё не успели уйти, ну, как бы это выстрел даже не только себе в ногу, наверное, и в голову, потому что это ставит крест на любом возможном инвестиционном климате или возобновлении какой-то нормальной инвестиционной деятельности или международной торговли в будущем. Ну, то есть, мало того, что они будут платить Украине, они рано или поздно будут платить и всему там бизнесу, активы которого они отберут в будущем. Ну, без этого они просто не выйдут на внешние рынки. Их активы будут арестовываться, отбираться. И работа в глобальной экономике после таких шагов будет просто невозможной. Поэтому, ну, может, сделают, но это выстрел даже немного, а сразу в голову. Поэтому, ну, как бы, не знаю. Если у них прям такая безвыходная ситуация, что без этого никак нельзя, ну, мы будем за этим наблюдать, помогать нашим партнёрам, в том числе западным. Но, в принципе, мы и так призывали и призываем западный бизнес уходить из России добровольно, потому что поддерживать агрессора, оплатить налоги в России нельзя. Эти налоги идут на финансирование войны против Украины, на убийство мирных граждан. Поэтому бизнес, который понимает стратегические риски, он уже оттуда ушёл или уходит активно, продаёт активы за любую цену, но из страны надо уходить. Это господин Медведев или тот, кто ведёт его телеграмм, одинаковые нейронавешенные личности, лишний раз подтверждает, что это не та страна, с которой можно вести нормальные переговоры и надеяться на сохранность бизнес-активов. Постоянный шантаж. И в этом вопросе, да, вот одно слово, шантаж. Даже вот Андрей Ермак коротко написал заплатить за сюда. И вот если анализировать, если попросили одним словом, ну, кто-то бы сказал террорист, но если мы говорим в этих аспектах, газ, электроэнергия и так далее, если вспоминаете, вот сейчас мы видим, ну, это же своего рода шантаж. Вот вы так, а мы так сделаем. Но просто удобно всегда забывать, кто виновник и кто агрессор. Говоря сегодня о этой резолюции, о которой мы вспоминали, Генассамблея ООН, кстати, я просто для зрителей хочу сказать, 93 страны, но интересно, кому будет интересно, посмотрите, какие страны как голосовали. Афганистан проголосовал за. Тебя не удивляется, Ген, это? Ну, сейчас много удивительного происходит. Да, Афганистан проголосовал за. За то, чтобы не только. Там надо, вот посмотрите, возможно, вас какие-то страны удивляют. Это я сейчас не, Денис, не к вам, это я к зрителям обращаюсь, потому что я прекрасно знаю, что вы знаете, какие проголосовали за, кто против и как далее, как это было. Но вот новая резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, хочу у вас поинтересоваться. Она предусматривает фактически создание реестра для регистрации ущерба, которое российское военное вторжение нанесло Украине, и проработку механизма выплаты репараций, или еще какие-то аспекты, которые связаны с репарациями? Там достаточно много общих положений, то есть резолюция сама по себе достаточно объемная, но ключевых вещей, которые там прописаны конкретно и главные для нас, это, безусловно, реестр действительно и компенсационный механизм. Реестр, он позволит зафиксировать убытки с тем, чтобы международное сообщество его признавало, что это не просто Украина посчитала, завысила сумму или там посчитала убытки, которых не существует, а реально государства, государства иностранные, нейтральные, авторитетные подтверждают обоснованность наших требований. Безусловно, у нас будет существовать два механизма, один из них будет на локальном уровне, в Украине внутри, и реестр убытков тоже внутри страны, который уже сейчас практически создан, и закон находится на последних этапах одобрения Верховным Советом, где выплаты определенных компенсаций гражданам Украины будут выплачиваться за счет государственного бюджета Украины, с тем, чтобы потом эти затраты компенсировать за счет Российской Федерации. Мы понимаем, что деньги России придут не завтра, не послезавтра, а люди без стекол, без погреженными квартирами нуждаются в помощи уже сейчас. Поэтому первоочередная помощь будет осуществляться за счет госбюджета, и потом эти суммы будут компенсированы из фонда, который будет наполнен русскими деньгами. Но, безусловно, большая часть ущерба будет компенсирована напрямую из фонда, в который поступят деньги, русские суверенные деньги, и будет, скорее всего, по крайней мере, это принадлежит еще обсудить с нашими партнерами, но наше понимание, что надо делать как минимум две разные процедуры. Одна из них упрощенная для граждан, у которых небольшие суммы заявленного ущерба, ну, условно, несколько десятков тысяч долларов за поврежденную квартиру, уничтоженную, или какой-то другой незначительный ущерб. И более сложную, с более тщательной оценкой доказательств для больших сумм ущерба, например, если ущерб причинен огромным предприятиям или же органам местного самоуправления большой инфраструктуры или государства, там доказывания будут более сложными, надо будет собрать большее количество документов. Ну, по крайней мере, это наше предварительное видение, мы так предложим нашим партнерам организовать процесс, с тем, чтобы граждане смогли быстро и не особо обвинительно получать компенсации на основании какого-то базового пакета документов, а уже большие суммы распределялись более тщательно, с более тщательной проверкой. Денис, и в завершение у нас буквально пару минут. Знаете, есть в теории новостной журналистики очень важное понятие близость. Зритель должен почувствовать, что мы говорим о нем. Мы надеемся, что нас смотрят в России. И тема наша звучит, что каждый россиянин заплатит по 2000 долларов. Ну, опять же, это очень приблизительно, так лозунгом мы придумали название. Но вы можете все-таки сказать гражданам России, что придется платить за то, что совершило их государство? Безусловно. Ну, я не думаю, что граждане России должны особо доверять министру юстиции Украины. Почитайте ваших Медведева и Пескова, вы поймете, что платить вам придется. Платить придется много. Я не думаю, что обойдется двумя тысячами долларов человека. И, скорее всего, платить придется не только вам, но и вашим детям. Поэтому, чем раньше вы остановите эту войну, эту агрессию, чем раньше выведите войска, вынудите вашу власть вывести свои войска, тем меньше придется платить. Но платить придется в любом случае. Спасибо, спасибо, господин министр, за рассказ о репарациях. Интересный разговор. И будем включать и будем следить за тем, что делает ваше ведомство и все те, кто в украинском руководстве занимается тем, чтобы вернуть Украине хотя бы финансово то, что Россия совершила. Спасибо, Денис Малюсько, министр юстиции Украины был в нашем эфире.